Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Такое мнение высказал эксперт Игорь Боцен в ходе публичных дебатов на тему выборы в Бельцах между правосудиями, политикой, между законностью и сюрпризами. По словам эксперта, нельзя говорить о заказе ПДС на исключение Марины Таубер с гонки за премарию Бельц, поскольку опыт предыдущих выборов показывает, что у представителей проевропейских партий нет больших шансов на победу в северной столице страны. Игорь Боцен говорит, что влияние властей на развитие событий в деле об исключении Марины Таубер с выборов на должность премара Бельц происходит только в контексте общего сообщения о функциональности и полной независимости государственных учреждений. Следует сделать разграничение между политическим влиянием и политическим заказом, потому что любая новая власть влияет на процессы. Каков конкретный интерес ПДС в деле Марины Таубер? ПДС и любая партия проевропейской направленности имели в Беллс поддержку примерно 1 четвертой избирателей. Какова цель ПДС, если представитель ее даже не попал во второй тур? Сейчас появился и этот призыв партии ШОР организовать фронт национального спасения против ПДС. Если ПДС делает политические заказы, это означает, что она даже не думает о последствиях. Что трудно поверить, сказал постоянный эксперт проекта Игорь Боцен. Говорит, что решение ЦИК о приостановлении второго выборов в Бельцах является разумным, поскольку она избежала сценария организации выборов, а впоследствии признание их недействительными судебной инстанцией на основе доказательств нарушений, допущенных некоторыми конкурентами на выборах. У нас есть решение трех судов, которые поставили точку в этой ситуации. У нас есть решение ЦИК, которое поставило на первый план интересы избирателей, потому что, как бы мы ни старались, мы не можем иметь в одном законе все случаи. Поэтому ЦИК, являющееся учреждением, в котором входят юристы, имеет право применять юридическую логику при возникновении ситуаций, явно не предусмотрены в Кодексе о выборах. Это нарушение избирательного законодательства является рецидивом, поскольку ранее три раза кандидат от партии ШОР был исключен из предвыборной гонки за нарушение избирательного законодательства. Преобладает и интерес граждан. Хотели ли граждане иметь примара, который после того, как был бы избран во втором туре, выборы были бы оспорены и, возможно, отменены, и возобновлен избирательный процесс, спросил эксперт. Игорь Босин утверждает, что решение судов исключить кандидата от партии ШОР из предвыборной гонки пропорциональна степени нарушения избирательного законодательства. Тем более, что конкурент на выборах был наказан предупреждением в первом туре выборов за нераскрытые средства, используемые в компании. Индульгенция не применяется к тем, кто рецидивирует. Вы можете применить принцип снисхождения к тем, кто впервые совершает ошибки. Для тех, кто неоднократно нарушает закон и ЦИК доказала это, этот принцип не применяется. Организации гражданского общества, специализирующиеся на избирательной сфере, имеют институциональную память и знают, что эта партия была построена вокруг социальных магазинов. И НПО неоднократно протестовали, ссылаясь на правовые рамки Республики Молдова, ссылаясь на международный опыт, который ясно говорит, что политические партии должны продвигать идеи, а не услуги или подарки избирателям. Мы знаем, что у всех 200 тысяч клиентов социальных магазинов есть курточки, на которых написана партия ШОР, добавил Игорь Боцин. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.